то о чем вы говорите это то что адресовано к свободной личности или который хочет быть свободным или который хочет быть свободным но как бы в реальности люди которые приходят в общество они травмированы и они хотят освобождения но в плане личного индивидуального освобождения и таким образом иногда мы избегаем ответственности за свою жизнь избегая ответственности за свою жизнь мы начинаем следовать истине авторитета они авторитету истины ну каким-то рецептом просто туда как понять следуя авторитету истины или истине авторитета и как можно помочь людям которые оказались но в такой ситуации ну кришна отвечает на этот вопрос мы это рассматривали уже то есть когда кришна говорит от ведь и пронепати на паре прошли на своем а это разбирали если вы кришна отождествлял авторитет истина он бы сказал просто прими авторитет и все пронета пронепата было бы достаточно но он говорит дальше он говорит паре прошли на то есть должен задавать ему вопросы обсуждать поэтому если авторитет который вам дает какие-то указания не готов с вами обсуждать истины своих указаний или проверять вообще его указание имеет отношение к истине или нет в диалоге это означает что он надел на себя маску авторитет потому что авторитет в сознании кришны он подкреплен все позиции ученика позиции слуги он сам должен быть учеником если он не готов быть учеником значит его ну претензии ложные так что сознание кришны это очень просто то есть вы предались и дальше вы задаете вопросы чтобы понять вообще то о чем говорит ваш и и вот настоящего гуру вот эта позиция любознательности ученика она и приносит огромную радость что он понимает что умеет дело с настоящим человеком вот то есть в сознании кришны гуру ним не нужен слепой последователь потому что наша задача не в том чтобы людей как бы их использовать для проекта для храма там или еще наша задача в том чтобы помочь каждому человеку взрастить свою любовь к богу свое сознание кришны в этом наша задача и храм нужен именно для этой цели поэтому мы так настаиваем что храм поддерживался и так далее потому что он помогает предным прогрессировать а не потому что мы хотим предных использовать для этой цели так что если авторитет он просто как бы сам не свободен духовно он зашит какую-то собственность ему надо поддерживать что-то храм там или какой-то проект тогда у него не будет желания отвечать на вопросы общаться он будет просто чтобы лояльно чтобы было чтобы исполняли его указания но если авторитет поддерживать все эти проекты ради сознания кришны те кто в них участвует когда он с радостью будет организовывать сатсангу обсуждение того что делается почему когда предные будут вдохновлены поддерживать проект развивать вот это есть сознание кришне так что ответ на этот вопрос такой очень легко определить с чем вы имеете дело